«Ты обязательно должна там выступить!» Именно с этой фразы, сказанной мамой Юлии Пушкарёвой, началось участие юной исполнительницы в фестивале детской патриотической песни. Для выступления она выбрала композицию «Когда мы были на войне» фолк-рок, певица Пелагея. Она очень сильно раскрывает смысл того, как люди уходили на войну, оставляли свои семьи, оставляли дорогих себе людей, а потом приходили, и те люди просто бросали их в никакой ситуации. И эта песня очень раскрывает именно патриотизм. Уверенность в себе девушки не занимать. За плечами почти 10 лет занятий пением, сотни концертов и выступлений. На сцене Юля по собственному выражению кайфует от того, что делает. Патриотическое направление в концертах и фестивалях считает правильным и необходимым в нынешние времена. Некоторые сейчас просто не хотят идти в армию из-за того, что это мешает их жизни, это лишний год. Я считаю, что это совсем не лишний год, это именно патриотическое воспитание. Это именно тот стиль, та закалка, которая должна быть в русском народе. К участию в фестивале патриотической песни допускаются только дети сотрудников Росгвардии со всей страны. Мальчишкам и девчонкам предстоит показать вокальный максимум, на который они способны, чтобы попасть в финал в Москву. Из десятков и тысяч претендентов со всей страны на галоконцерт фестиваля организаторы отберут всего 20 человек. Всегда приходится отбирать. Отбирать приходится из талантливых детей, сильных детей, музыкальных детей. Это не больше 10-11 коллективов, которые со всей России выйдут на сцену, на центральную сцену, на галоконцерт. Кто из сыровчан попадет в число финалистов, узнаем ближе к концу этого года. И даже если на этот раз мальчишкам и девчонкам удача не улыбнется, попробовать свои силы можно будет и в следующем году. Фестиваль стал уже доброй традицией, которую организаторы намерены поддерживать и дальше. Кирилл Васенин, Владимир Лисик, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.